Всем привет, это Мнев! Сегодняшний видос посвящается обзору воздушных систем охлаждения. Если быть точнее, мы сравним радиаторы с одним вентилятором в одних условиях. Так что максимальная объективность гарантирована, а в следующем выпуске будут двухсекционные радиаторы. И это обещает быть все максимально интересным, плюс еще в этом видео мы разыграем один из радиаторов. И хочется сказать перед тем, как уже начать, говорить о конструктивных особенностях, о характеристиках, то, что именно Noctua и Thermalright могут являться именно эталоном того, как должна выглядеть система воздушного охлаждения. Noctua делает очень крутые радиаторы и очень-очень крутые долгоживущие вентиляторы, которым 7 лет работы. Это как бы, ну, еще и не срок, он может дальше пахать и работать. Компания Thermalright делает очень хорошие, интересные радиаторы, и при этом вентиляторы, они в технологическом плане воруют у Noctua. Они используют не очень хорошие подшипники, подшипник скольжения, двухшариковый, все это живет года 3 и как бы не очень классно, плюс еще по качеству есть оговорки. К примеру, TU-149 слизан полностью СА-15. И вспомнив эти интересные факты, хочется сказать, почему именно эталонные. Потому что именно эти производители имеют большое количество удачных, интересных систем охлаждения, которые надирали зад всем остальным. Да, есть Fantec с одной удачной системой охлаждения и куча-куча всех остальных, которые не дотягиваются до этих двух красавцев, которых мы сегодня будем сравнивать. В общем, Noctua U14S против True Spirit второй ревизии, которая самая лучшая из всех True Spirit. В общем, поехали. Начнем с того, что в обоих случаях это односекционная конструкция с шестью тепловыми трубками диаметром 6 мм. U-образная форма, расположение трубок примерно одинаковые, плюс-минус в пластинах, но все отличие кроется как раз таки в пластинах, которые нанизаны на эти трубки. Несмотря на то, что параметры примерно по размерам у них одинаковые, форма ревер отличается. Более прямоугольная форма у Noctua, большее количество ревер 57, из них 6 чуть-чуть покороче, а остальные ревера уже идут побольше, максимального размера. У Thermalright при этом при той же примерно общей площади, которую занимают они, ребра немного вогнутую форму имеют по бокам, и это делает общую площадь рассеивания ниже. Thermalright 7000 квадратных сантиметров, Noctua 8500 квадратных сантиметров. Разница значительная, при том, что ревер тут больше, и расстояние между реверами в обоих случаях примерно одинаковое, как и толщина ревер. Все это будет на экране, все данные есть, а если учесть, что пластины между трубками пропаяны у Noctua, то Noctua прям выглядит прям сильно хорошо. И теперь уделим внимание основанию, потому что тут есть отличие. У Thermalright идеальное зеркало, две пластины медные, между которыми есть куча припоя, это свидетельствует о хорошем подходе. И у Noctua в принципе все так же, но основание так же гладкое, все хорошо, но не хватает этой зеркальности, отражения немножко мутноваты. При этом это не говорит о том, что оно хуже. И если уж мы заговорили об основаниях, то отпечаток в обоих случаях на крышке процессора Core i7-8700K идеальный в обоих случаях, что говорит о том, что мы максимально четко и интересно можем посмотреть именно на радиаторы. Один вентилятор будет у нас, это Noctua A15 PWM, который до 1500 оборотов раскручивается. Серийная версия, которая идет отдельно 1200 только крутит. Тут куча интересных технологий, типа насечки на крыльчатке, ступенчатая рамка. Все это позволяет снизить именно ненужные все завихрения, упорядочить воздушный поток и сделать тише работу системы охлаждения. Ну плюс еще, в отличие от всех остальных, тут долгоживущий хороший ресурсный подшипник SSO-2, который является доработанной гидродинамикой Noctua. Напоминаю, что у Thermalright идет всякая шляпа типа скольжения и двухшариковые подшипники, которые живут недолго. 100 тысяч часов, как правило, у них наработка и это если очень хорошо. Скольжение 50 тысяч часов живет и говорит пока, а чаще всего пока они говорят раньше и имеют паразитные шумы в отличие от Noctua. Теперь стоит сказать, что у Noctua отличная система крепления, с которой разберется даже школьник и неопытный пользователь. И все это позволяет нам установить радиатор и насладиться тем, как это будет смотреться. Очень важно, если говорить про односекционники, конкретно про эти, это про то, что они занимают много площади вверх и вниз, но при этом память они не перекрывают. Вот прям стоит впритык к ней вместе с вентилятором. И в этом отношении тут есть и охлаждение памяти за счет воздушного потока. И вентилятор у нас чуть-чуть ниже выступает относительно ребер нижних. Воздушный поток снизу есть и это дополнительно охлаждает околосокетное пространство. А в частности, наш любимый VRM. Водянки 3 в 1 такое не делают, но водянки 3 в 1 охлаждают лучше процессор. Так что тут золотую середину сложно найти. И теперь, я думаю, стоит перейти к результатам тестирования. У нас Core i7-8700K 5000 Гц, 1,3 Вольта, Lynx 064, не самый ресурсоемкий Lynx, который прям сильно нагибает. И задача ниже, чем у водянок, так что тут сравнивать не надо. И при этом результаты довольно-таки хорошие. В общем, в этом можно работать и одной секции хватает. Если вы не будете все это мучить жесткими линдпаками с AVX, AVX в обычных моментах использования еще нужно поискать. И в общем, у нас радиатор Nocto выигрывает 1 градус. В общем, в сравнении с Thermalright, при одинаковых условиях, одинаковой температуре 26 градусов вокруг, при включенном кондиционере постоянно, что все было прям четко. А на тестирование методику я потратил целых 3 дня, чтобы добиться идеальных условий, потому что лето, солнышко и все очень сильно палит. А уровень шума я тестировал ночью с расстояния 2 сантиметра с обратной стороны радиатора, где у нас именно все завихрения происходят, все прям так близко-близко, интересно-интересно. И если посмотреть на то, как выглядит Nocto в плане уровня шума, то тут прям очень сильное доминирование над системой охлаждения, точнее над радиатором Thermalright. И в общем, Nocto молодцы, красавцы, хороший комплект поставки, простая установка, высокая эффективность и если вы хотите тишину, то это будет именно с этой системой охлаждения. И тут в данном случае высокая цена обусловлена именно вентилятором. Радиатор сам по себе недорогой, это как в случае U12S, который обозревали мы недавно. Там 2 вентилятора, которые стоят прям больше, чем сам радиатор. Если сравнить Thermalright True Spirit 140 Power, который чуть-чуть хуже, чем этот, несмотря на то, что там трубки 8 мм, скажем, неудачная вариация Thermalright, которая в принципе работает, но не так хорошо, как этот, вы его купите. Вам не очень повезет с вентилятором. Вентилятор скажет быстренько пока, к примеру, через год может сказать пока, потому что тайвандцы немного уронили свой уровень качества, и вы пойдете покупать Nocto, потому что Nocto идеален в этом отношении, и у вас стоимость выйдет та же самая. Так вот именно поэтому нужно быть более дальновидным и сразу брать хорошие вещи, потому что скупой платит дважды. Единственное, что я хочу сказать в минус Nocto, потому что нет смещенного относительно центра основания, как в следующем видео про D15S, а у Thermalright оно есть. Но при этом установить на 11-й экстрим радиатор правильно не получилось, поскольку трубки из-за сильного изгиба упирались просто в охлаждение ВРМ. Пришлось его разворачивать и тестировать как есть. Из Thermalright нужно быть в этом отношении чуть-чуть, но аккуратнее. И в общем Nocto красавцы, а Thermalright идет на розыгрыш. Пишем под видео комментарий, какой у вас процессор, как он разгоняется, какая у вас система охлаждения сейчас и какие данные. Ну, это как бы несложно все сделать. Программы Hardware Info, Links 064, к примеру. И плюс, вы ставите большой палец вверх, должны быть обязательно подписаны на канал, и делайте репост этого видео. Репост важная тема для того, чтобы канал развивался. И радиатор Thermalright поедет к одному из написавших комментариев, как только видео наберет пятишку лайков. Пятишка лайков есть, выбирая случайным числом, по мере появления комментария под видео. Так что чекайте, пока 500 лайков не наберется. И в одном из следующих видосов, когда все звезды сойдутся, все условия будут выполнены, я выберу этого человека, с ним свяжусь. И в одном из обзоров системы охлаждения о нем будет рассказано. А если вы хотите получать новости чуть-чуть быстрее и следить вообще за всякими интересными штуками, подписываемся на мой инстаграм. И, в общем, участвуем в конкурсе. Большие пальцы, колокольчики, подписка. И всем пока!